Великий праздник восточных народов с широким размахом отметили в Караганде. В Наурыз многие горожане отведали праздничные блюда и полевую кухню. 108 молодых карагандинских семей стали обладателями арендных квартир в новом доме. В шахтерской столице продолжается реализация государственной программы «Жилье для молодых семей». Казахстанские звезды оперы и балета поздравили карагандинцев с Наурызом. Классическими постановками спектаклей «Евгений Онегин», «Лебединое озеро» и многих других насладились выходные дни жители и гости города. Более 30 юрт приняли горожан в весенний праздник Наурыз. В центре города прошли торжественные гуляния с соблюдением всех казахских обычаев. Национальные игры, блюда и многое другое радовало карагандинцев. Аким области Ирлан Кушанов встретился с жителями города и лично поздравил горожан. Наурыз – это великий праздник восточных народов. В Казахстане его отмечают широким размахом. На сцене в Центральном парке культуры и отдыха прошел концерт, где выступили местные танцевальные и вокальные коллективы. С поздравительной речью выступил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Как вы знаете, самым светлого праздника наш земляк Геннадий Головкин сделал нам большой праздник, большой подарок. Я хочу поздравить нас всех с его очередной большой победой. Благодаря Гене, весь мир услышал о Караганде, узнал о силе духа казахстанцев. И в телефонном разговоре он просил передать всем карагандинцам свои поздравления и сказал, «Мы все делаем одно общее дело во главе с нашим президентом. С праздником, Наурыз! Пусть обновление принесет в жизнь каждого из вас только добрые перемены. Пусть в ваших домах царит любовь, благополучие, удача и достаток, мира каждой семье, большого будущего нашим детям». В этом году власти решили не перекрывать проспект Бухажерау на время празднования Наурыза, а установить юрты и устроить народные гуляния в Центральном парке. На каскадной лестнице и вдоль улицы воинов-интернационалистов появились 33 юрты от разных организаций и предприятий. Юрточный городок – это неизменный атрибут празднования Наурыз. Десятки карагандинских первых предприятий установили свою юрту. Каждый желающий мог зайти и отведать праздничные блюда. В праздник Наурыз в 6 утра студенты Карагандинского технического университета готовились к встрече гостей. Около юрты учебного заведения ребята сами организовали концертную площадку. А в самой юрте был накрыт большой дастархан для почетных гостей. «Университет организовал кроме юрты, также у нас полевая кухня на 450 горожан, на 450 человек, а также концертная программа, которая состоит из 48 песен и танцев народов Казахстана. И мы сегодня будем веселиться и на радость нашим горожанам». Председатель областного комитета профсоюза работников образования и науки Татьяна Самойлюк – одна из приглашенных гостей к РГТУ. В честь праздника Татьяна Филипповна написала стихотворение. «Науры стремительно шагает, он прекрасен, смел и очень добр. Он традиции народа возрождает, наполняет праздничным трудом. И юрты, как красавицы степные, горды, приветливые, нарядные. Домбра звучит, и люди рады». Сотрудники областного краеведческого музея в специальных юртах проводили экскурсии для всех желающих. Специалисты рассказывали горожанам об обычаях казахского народа, о традициях и образе жизни предков. Лариса Хусынова, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Учителя средней школы номер 23 пожаловались Акиму области на нехватку бумаги, протекающую кровлю, старые станки в кабинетах труда и советский инвентарь в столовых. Глава региона Ерлан Кушанов посетил учебное заведение, чтобы воочию познакомиться с трудностями педагогов и помочь в их решении. Школу номер 23 Акиму области выбрал лично. Учебное заведение, расположенное на юго-востоке, работает в три смены. Здесь занимаются около двух тысяч учеников. Первым делом глава региона посетил кабинеты, где занимаются младшие школьники. Оказалось, что самая большая проблема – нехватка бумаги. Это только одна суммативная работа. А в четверти таких проходит 3-4 суммативных работы по каждому предмету. Это трудоемко достаточно. И затрат на бумага. Это же не порядок, когда учителя заслуживают, у них и так мизерная зарплата, и они плюс еще за это и покупают дополнительные бумаги, другие еще вещи. По области, я думаю, давайте мы предметно займемся. Я вам поручаю, готовьте свои предложения, расчеты. Я думаю, сразу мы, насколько все проблемы, не решим, но меры мы будем предпринимать. Дальше главу региона повели в спортивный зал. Обшарпанные потолки, следы от дождевых подтеков не понравились Акиму. Он предложил решать проблемы на местах и поручил в ближайшее время выделить деньги на ремонт кровли. Когда я буду ездить по властям, не нужно мне показывать те школы, которые только построили. Именно такие объекты. Это касается не только школ, все социальные объекты, которые будете показывать, я буду смотреть именно проблемные. И будем на месте эти вопросы решать. Самая главная проблема почти каждой школьной столовой в области устаревшее и частично нерабочее оборудование. Дело в том, что все школьные столовые находятся в аренде. По закону договор с арендаторами заключается всего на год. Поэтому тратить большие суммы на замену оборудования бизнесменам невыгодно. Выход из ситуации продлит сроки аренды до пяти лет по программе государственно-частного партнерства. Правда, этот вопрос нужно решать на уровне правительства. Затем главе региона показали кабинет труда для мальчиков. Преподаватели пожаловались на старые станки и учебные пособия. В 2013 году в школе выделили новые верстаки и один станок. Все остальное закуплено еще в 90-х годах. Аким пообещал подумать над тем, как можно решить вопрос закупки нового оборудования. Аем Амрина Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В день празднования Науры за 108 молодых семей получили самый нужный подарок – квартиры в новостройке. Аким города Караганды Нурлан Аубакир вручил ключи и поздравил горожан с праздником весеннего равноденствия. Подробности расскажет Лариса Хусайнова. Новые квартиры в доме по улице Белинского получили участники государственной программы развития регионов по направлению «Жилье для молодых семей». Всего в доме 72 однокомнатных и 36 двухкомнатных квартир. Через 15 лет арендные квартиры можно будет приватизировать. Напомним, что в Казахстане направление «Молодая семья» в рамках госпрограммы «Доступное жилье 2020» предусматривает возможность аренды квартиры с последующим выкупом без первоначального взноса и по сниженным процентным ставкам. Аким города Караганды Нурлан Аубакиров поздравил горожан с праздником и с новосельем. В этот светлый праздник на Урыс мы вручаем ключи первым жильцам нового дома для молодых семей. Основа основ жизни каждого человека – это свой дом, своя квартира, свой очаг. Во многом от этого в дальнейшем зависит и семейное благополучие. В этот весенний праздник и погода не подвела. В теплый торжественный день 108 молодых семей отметили на Урыс в новых квартирах. У Достана Шапшанбаева большая семья. В свои 27 лет у молодого человека жена и трое детей. Еще в январе семья Шапшанбаевых подала заявку на участие в программе. И всего через три месяца получила арендное жилье. Нурлан Ерикбаевич лично поздравил новоселов и даже побывал в гостях, где хозяева встретили чиновников большим Достанханом. Это не единственный подарок Шапшанбаевым. Большой семье подарили телевизор. Нам очень нравится эта квартира. Она теплая, светлая. У нас семья большая, пять человек, у меня три ребенка. Мы очень рады, что именно в такой день получили новую квартиру. По условиям программы на государственное жилье могут претендовать супруги в возрасте до 29 лет с брачным стажем не менее двух лет. Имеют право на участие в программе и неполные семьи с детьми, если родителю не исполнилось 29 лет. В том числе разведенные или вдовы. Лариса Хусынова, Сламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Игра в асики, дартс, перетягивание каната и праздничный концерт организовали для карагандинцев в выходные дни. Спортивные соревнования для всех желающих состоялись на площади перед спорткомплексом имени Норкияна Авдирова. Насладиться звуками дамбры, пением педагогов детской музыкальной школы номер 3 жители шахтерской столицы смогли на площади независимости. Аймамрина продолжит. Самым эмоциональным и зрелищным для карагандинцев стало состязание по перетягиванию каната. В нем принимали участие все желающие. Команды участников формировались из случайных прохожих, которые с азартом ввязались в соревнования. Мы поддерживаем здоровый образ жизни. Нам очень интересно, как жизнь города. Это же классно, то, что, пускай хоть и редко, но устраивают такие спортивные праздники. Просто милые проходили или так? Да? Вот тут в команде не хватало людей. Команда «Жалын». Вот мы выступили. Как-то вот так вот получилось неплохо даже. Любители игры в Асике образовали свою команду. В турнире участвовали юноши. Бдительные судьи из числа сотрудников городского отдела физической культуры и спорта записывали очки игроков. То есть основной целью, конечно же, является пропаганда здорового образа жизни, вместе с тем пропаганда национальных видов спорта, возрождение национальных традиций. Сегодня на этих мероприятиях участвуют как спортсмены, любители, все желающие, жители города, гости города. То есть все желающие заявляют, что участвуют в мероприятиях. А любителей более спокойного досуга на площади независимости развлекали педагоги детской музыкальной школы номер 3. В их исполнении карагандинцы смогли насладиться народными песнями, звуками дамбры и переливистым звучанием киев. Детская музыкальная школа номер 3 города Караганды поздравляет всех жителей нашего любимого города с праздником на УРЭС. Желает крепкого здоровья, благополучия в семье, процветания нашему городу и дарит вот эти свои музыкальные номера. Музыканты радовали карагандинцев два дня подряд, а участников спортивных состязаний наградили памятными призами. Казахстанские звезды оперы и балета поздравили карагандинцев с праздником на УРЭС. Алматинский государственный театр имени Абая дал концерт в театре имени Сакена Сифулина. В праздничном репертуаре оперы Евгений Онегин, Искатели Жемчугов, а также балет Сельфида и Лебединое озеро. Дамир Садуахасов Дамир Садуахасов – солист Алматинского государственного театра оперы и балета имени Абая. Гастроли в Караганду для него особенные. Карагандинская область является его малой родиной. Дамир с успехом закончил Карагандинский колледж искусств имени Татимбета. В Караганде нам, конечно же, очень важно выступить очень хорошо, понравиться зрителю, потому что карагандинский зритель очень искушенный. Очень много различных гастролей приезжает сюда, в Караганду из-за рубежа. Местный театр очень хороший уровень показывает. Поэтому мы основательно готовились. И так как я сам уроженец Карагандинской области, для меня это вдвойне было очень важно. Показать здесь класс, чтобы наши карагандинцы в праздничный день могли гордиться, радоваться за нас. В Караганду театр из южной столицы привез две оперы – Евгений Онегин «Искатель жемчуга» и две балетные постановки «Сельфида» и «Лебединое озеро». На пресс-конференции руководители и ведущие солисты театра признались, что шахтерская столица является особенным городом для артистов. И в большей степени из-за искушенности местного зрителя. Карагандинские театры держат высокую планку. Мы все закончили нашу Алматинскую консерваторию. Мы знаем, какие очень сильные музыканты приезжают из послемузыкального карагандинского училища. Во-вторых, мы знаем большие традиции музыкального театра карагандинского, с которым мы очень дружим. И часто обмениваемся и солистами, и спектаклями. И, конечно же, при выборе репертуара мы думали о том, чтобы представить спектакли, которые были бы популярны среди любого зрителя, любого возраста, любой музыкальной подготовки. Особые впечатления у гостей остались и от города. Многие артисты здесь побывали впервые и от здания нового театра. Среди них и ведущий солист Алматинского театра, заслуженный деятель Казахстана Андрей Трегубенко. Мне очень понравился ваш город, люди, отношения, общение. И, конечно же, в этот театр, я так понял, что он из свежих, недавно построенных. Это очень приятно видеть, что на таком уровне в каждый город внедряется культура, для нее уделяется такое колоссальное средство и внимание. Так что у меня самые положительные впечатления о вашем городе. Нынешние весенние гастроли Алматинского театра проходят только в Караганде. Следующие уже на столичной сцене через несколько месяцев во время международной выставки «Экспо-2017». Андрей Тенул, Жасгабасов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Бытовая техника в подарок. Фонд «Керний Баба» посетил специализированную школу-интернат для детей с девиантным поведением. Учебное заведение работает в поселке Керней не так давно. Подобные подарки сотрудники фонда делают частенько не только этой школе-интернат, но и детским домам и центрам адаптации. Мы смотрели, здесь по комнатам прошли, там есть у каждого отдельные комнаты. Для этого мы привели пылесос. Необходимо. Здесь точно так же. Для чего-то тоже. И тут сладости. Пылесосы, кулеры для воды и другую бытовую технику подарили воспитанникам школы-интерната благотворительный фонд «Керний Баба». Единственная в Карагандинском регионе школа-интернат для детей с девиантным поведением находится в Бухаржираусском районе в поселке Керней. Учебное заведение рассчитано на 64 воспитанника. Ребята находятся здесь по решению суда. Здесь получают полное среднее образование, посещают спортивные секции и различные кружки. И здесь, что я хочу отметить, с 15-16 учебного года у нас здесь проводятся профильные курсы по четырёх специальностям. Это для девочек повар-кондитер, для швейное дело, для мальчиков ремонт сельскохозяйственных машин и столерное дело. После окончания нашего профильного курса они получают сертификат, и дальше поступают в колледж или труда устраиваются. На всем этом движении мы отслеживаем. В школе обучаются ребята с 5 по 11 класс. Работает учебное заведение круглый год. Сейчас в интернате всего около 20 воспитанников. Периодически кто-то уходит, кто-то приходит. Точное количество назвать невозможно. По данным статистики, в прошлом году школа-интернат окончили более 100 учеников. И накануне праздника нам, в общем, мы имели такую возможность, чтобы встретить на УРЭС вместе с коллективом, то есть с детьми с этой школы. И от фонда были подарены подарки. Это стиральная машина, которая необходима для детей. Пылесос, музыкальный центр, сладости. Такого рода были. И в дальнейшем мы собираемся продолжить нашу совместную работу. Подобных школ в нашей стране всего 8. Специалисты считают, что необходимо увеличить сеть таких заведений. В Карагандинской области в школе-интернат с трудными подростками работают 71 специалист. Как говорят преподаватели, главная задача – это указать ребятам верную дорогу. Асель Зазамбаева, Жак Сулык-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Праздник весеннего равноденствия отметили в детском саду Гаухар. Перевоплотившись в разные персонажи, работники детского сада показали сценки, связанные с традициями казахского народа. Во второй раз отметили праздник Наурыс в детском саду Гаухар. На этот раз участие принимали родители-воспитанников. Добиться высоких результатов воспитательной работы невозможно без сотрудничества с родителями, заявляют воспитатели. Именно для этого проводятся такие мероприятия. Целью таких мероприятий является взаимная работа с родителями. Это возможность установить тесную связь среди воспитателей, детей и родителей. Вместе с родителями мы хотели показать сценку обряда бракосисчитания. Подобные совместные мероприятия педагогов с родителями проводят часто. Это дает хорошие результаты воспитания ребенка и становления его личности. Родители высказывают благодарность работникам дошкольного учреждения за их труд и терпение. Мой ребенок посещает этот замечательный садик, учится в 10-й группе Карлыгаш, Щелкун Андрей. Нам очень нравится этот садик. Совместно всегда с родителями ведется работа детского сада, мероприятия. Все очень красочно, красиво всегда. Все проходит замечательно, на ура. Ребенок очень активно стал даже разговаривать у нас на казахском языке. Небольшой концерт, подготовленный дошколятами, стал логичным продолжением утренника. А завершал мероприятие праздничный Дастархан. Ажара Гибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 410 юных гимнасток со всей республики продемонстрировали свои таланты на открытом чемпионате Караганды по художественной гимнастике «Жемчужины Сарарки». Подобные соревнования для каждой из них не только подготовка, но и возможность попасть в сборную страны. Сильнейшие спортсменки республики показали невероятные трюки. Несмотря на юный возраст, требования к спортсменкам самые строгие. Многие из участниц, несмотря на юный возраст, имеют серьезные спортивные достижения. Например, 13-летняя Марья Майтуган занимается гимнастикой с 6 лет. Сегодня она поставила перед собой цель – победить на чемпионате Казахстана. А главная мечта спортсменки – открыть свою школу. Мечтаю открыть свою школу и закончить университет на Красном Тополе. Я готовилась к этому чемпионату примерно месяц. И сегодня буду выступать обручить индивидуальные программы. Сегодня художественная гимнастика пользуется особой популярностью и любовью. С каждым годом растет количество желающих заниматься этим красивым и зрелищным видом спорта. В этих соревнованиях приняли участие гимнастки из Астаны, Алматы, Кокшетау, Павлодара, Степногорска и, конечно же, Караганды. Возрастал у нас участвуют сеньоры – это 2001 и старшие, юниоры – 2002-2004 и преюниоры, которые 2005 и младше. Данный турнир проходит два дня. Мужчина программы индивидуальная и групповые проживания. По итогам соревнований карагандинка Алия Рыскулова заняла первое место. Соответственно, она попадает в сборную республики. Гимнастки нашего города создают конкуренцию с сильнейшим спортсменом страны. Достойно защищают честь города, области и страны. На областных, республиканских и международных соревнованиях. Уже в этом году в Астане пройдет чемпионат Азии по художественной гимнастике. В нем примут участие и спортсменки нашего региона. И еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» завершил свое участие в гонке за Кубок Братины. 22 марта в шестом матче 1-4 финала наши хоккеисты проиграли курганскому клубу «Зауралия». Таким образом, счет в серии стал 4-3. «Зауралия» вышла в полуфинал. Первый игровой отрезок прошел с небольшим преимуществом «Сарарки». Карагандинцы сразу принялись вести активные атакующие действия у ворот курганцев. Однако счет в первом периоде открыть не удалось. Во второй 20-ти минутке наши хоккеисты стали еще более частыми гостями в курганской зоне. Ключевым моментом стало удаление в команде хозяев. Этим воспользовался Валерий Поляков. Вскоре «Зауралия» оказалось в большинстве, но «Сарарка» не спасавало. Иван Фищенко прорвался по борту с шайбой в зону соперника. И, несмотря на плотную опеку со стороны защитника курганцев, сместился в центр и катнул снаряд между щитков воротаря. И в третьей 20-ти минутке все шло по плану карагандинцев. Однако увеличить счет так и не получилось. Зато хозяева площадки смогли дважды поразить ворота Георгия Гелашвили, переводя поединок в овертайм. И лишь во втором овертайме определился победитель. Вячеслав Андрющенко, покинувший «Сарарку» в начале нынешнего года, броском от борта забросил победную шайбу. Три-два в матче и четыре-два в серии. Таким образом, хоккейный клуб «Сарарка» покидает гонку за главный приз чемпионата – Кубок Братины. Мой первоколлегу и команду с выходом в финал команда продемонстрировала сегодня. Запретительный настрой – да, еще эти два норда, у них есть и силенки, и все, да. То есть, как бы, только слава благодарности команде, потому что играли до конца. Опять удача приведу нас к ним, и они, наверное, заслужили больше, чем мы. Ну, все игры, если так анализировать, все прошли, в принципе, в равной борьбе. Кому-то больше резло, кому-то меньше. Это было последнее интервью Вадима Епанченцева в должности главного тренера «Сарарки». Выяснилось, что наставник карагандинцев еще месяц назад известил руководство клуба о том, что покинет команду. Сообщается, что Епанченцев является одним из кандидатов на пост главного тренера московского клуба КХЛ «Спартак». Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Савволнастар. Редактор субтитров А.Семкин